Здравствуйте, товарищи! Продолжая тему современного советского просвещения, я хочу вас познакомить с материалами, изданными по итогам конференции, которая прошла в августе прошлого года в Саблине Ленинградской области, в доме музея Елизаровых-Ульяновых, где жила сестра Владимирича Ленина, и где оставался несколько раз сам Владимирич Ленин, и где принимали в пионеры Вову Путина. И это вторая конференция, посвященная Сталину, преподавателями и слушателями Красного университета. Первую такую конференцию мы провели в 2014 году, она была посвящена 135-летию со дня рождения Иосифа Сиреновича, и называлась «Ленин, руководитель государства диктатуры пролетариата». Так что это вторая конференция на эту тему. И мне показалось, что это одно из лучших изданий по этой тематике за последнее время. В какой-то мере, значит, это выражение общего направления идеологической борьбы в современной России. А именно, ясно обнаруживаются два направления идеологии. С одной стороны, буржуазная идеология, поющая на всех гранях буржуазной души, во всех средствах массовой информации, по радио и телевидению, что в нашем государстве идеологии нету государственной, и вообще никакой официальной идеологии нету, и мы без идеологии и так далее и тому подобное. С другой стороны, идеология противоположна, вот типа коммунистическая идеология, она твердо, основательно, последовательно указывает, что ей противостоит идеология трудящихся, идеология рабочего класса, коммунистическая идеология. И как не стирали ее, как ее не загоняли в подполье, она не растворилась, никуда не ушла, она есть, и она интенсивно, бурно развивается в последние десятилетия, так что составляет заметное явление общественной и духовной жизни. Именно поэтому сторонников социалистических ценностей, судя по опросам социологических служб, значит, становится все больше и больше. И симпатизирующих, в том числе и Сталину, уже значительно более половины населения. Я думаю, что это успех коммунистической идеологии, успех того движения просвещения, которое возникло еще и при Горбачеве, но особенно интенсифицировалось, значит, в период борьбы с ельцинизмом, и, значит, в последние десятилетия. Суть дела в том, что оно постепенно пришло к своей сущности. В чем состоит эта сущность? Эта сущность состоит в борьбе с антисталинизмом как самой острой формой буржуазной идеологии в современной России. Вот начиная с Хрущева, антисталинизм стал такой главной идеологией, главным направлением притеснения и угнетения всего коммунистического, что было еще в СССР, и тем более сейчас. И, скажем, когда я учился в университете, скажем, уже было защищать Сталина практически невозможно. Значит, если кто-то делал такие попытки, мы видели, то это иногда очень сурово пресекалось. Сталинские произведения были изъяты из библиотек. Значит, очень сдержанно его показывали в литературе в положительном смысле или в кино. Антисталинизм уже в официальной сфере был под таким запретом. Ну, а вот в эти новые времена он фактически был под запретом в официальной сфере. И, скажем, университетские профессора философии и экономики, социологии и других общественных наук. Они только на основе своей индивидуальной смелости все-таки продолжали, значит, и упоминать коммунизм, и опираться в том числе на Сталина, на произведения основоположников марксизма. В этом смысле мы пережили такую довольно серьезную эпоху борьбы за реабилитацию Сталина. И вот я помню, газета «За рабочее дело» опубликовала, значит, статью, которая так и называлась «Сталин реабилитирован». И с того времени пошел вал литературы о Сталине. И газет, и статей в сборниках, и книг о Сталине очень много толковых, то есть то, что было у людей под спудом, значит, они получили возможность об этом говорить, это опубликовать. И сейчас уже это такая труднообнимаемая литература, большой масштаб, чтобы ее, значит, всю достаточно так подробно изучить, проанализировать. И нужно сказать, что вот в этом движении, вот в этой большой лавине, значит, литературы о Сталине большое течение принадлежит и рабочей партии России, и ее газетам «За рабочее дело», «Народная правда», «Правда труда», ее фонду «Рабочей академии», где собрались довольно известные профессора, доктора философских, доктора экономических наук, вот, много талантливых публицистов, и в том числе созданный на основе фонда «Рабочей академии» Красный университет, который сделал уже семь выпусков, и вот нынче восьмой год готовится восьмой выпуск этой Красной академии, Красного университета, и, значит, вот пятая конференция, из них вторая посвящена именно Иосифа Серженовича Сталина. И здесь делается тот основополагающий вывод, что самая острая, значит, идеологическая форма антикоммунизма – это антисталинизм. Поэтому вот эта книга, она является таким сильным ударом по антисталинизму. И надо сказать, что завершает этот сборник статья, посвященная выдающемуся русскому советскому писателю, публицисту, поэту Владимиру Сергеевичу Бушину, который сделал много по разоблачению мифов о Сталине, по разоблачению клеветы о Сталине, много сделал по пропаганде Сталина, и вот в этой его большой работе главным было сражение, и, можно сказать, сражение на повал, мифа ЦРУшно-Хрущевского о Солженицыне. Владимир Сергеевич Бушин проанализировал творчество Солженицына и показал, насколько это мелкая, подлая, фальшивая личность, что его произведение – это сплошная клевета на Советский Союз. Но теперь эта клевета развеяна, и, в общем, о миллионах, значит, расстрелянных сейчас уже даже в неинтеллигентном обществе неудобно говорить. И вот я думаю, как не провалились сквозь землю те писатели, которые подверглись суровой критике Владимиру Сергеевичу Бушину. Скажем, мне кажется, я на месте Млечина провалился бы сквозь землю от тех разоблачений, которые сделал Бушин. Я бы на месте Радзинского провалился сквозь землю и сгорел бы от стыда в свете тех разоблачений, которые сделал Владимир Сергеевич Бушин. Поэтому вот с этим мифом Солженицына, который раздувают Млечины, Радзинские, Сванидзе, другие антикоммунисты, антисоветчики, в общем, покончено. Этот миф сражен. И главное, что от этого мифа Владимир Сергеевич Бушин создал противоядие. Теперь каждый человек, который интересуется истиной, правдой, может прочитать любую статью, даже посвященную Солженицыну, и он увидит, что Солженицын – это орудие ЦРУ и антисоветизма, антикоммунизма. что Солженицын – это недостойный писак, часто неграмотный, всегда фальшивый, ложный. И получилось так, что вот эта статья Бушина является таким и его последним утешением, и его, если хотите, памятником. В декабре, 25 декабря, Владимир Сергеевич Бушин умер. Только вышла эта книга, он узнал, знал о её выходе. Только что о нём мы сделали выступление по ЛЕН-ТВ. Кстати, о нём и в сети много сейчас выступлений разных историков, а представители социалистических, левых идейных течений почти все вспоминают Бушина, значит, читают Бушина, пропагандируют Бушина и критикуют антисталинизм. Ну и 21-23 декабря в Москве прошла научно-практическая конференция, организованная газетой «Правда». И о ней, конечно, Бушин знал, был знаком. И это тоже послужило его таким моральным, духовным утешением. Он всю жизнь боролся с антисталинизмом, полжизни боролся с Солженицыным и увидел, что он одержал победу по обоим этим направлениям, что и антисталинские мифы, и Солженицынский миф, и антисталинский Солженицынский миф, они повержены. И он в свои 95 лет мог умереть спокойно. Эти работы будут ему светлым памятником. Я думаю, что этому выдающемуся публицисту, писателю и философу будет еще воздвигнут и реальный памятник в Новой России, которая освободится от этого кошмара, который мы сегодня с вами переживаем. Что касается других статей этого сборника, то он и открывается замечательной статьей профессора Михаила Васильевича Попова «Сталин – продолжатель дела Ленина», где Михаил Васильевич и делает вот этот вот вывод и дает, как бы запев всей конференции, что антисталинизм – это самая острая современная форма буржуазной идеологии, что с ней нужно бороться самым решительным, всесторонним образом. Поэтому и завершается эта книга заключением, заключением, которое звучит «Борьба с антисталинизмом важнейшее направление современной идеологической борьбы». И вот после выхода этой книги, после всех этих событий, связанных с похоронами Владимира Сергеевича Бушина на Вогайковском кладбище, я понял, что вот эта эпоха, связанная с Бушиным, она эпоха советского коммунистического просвещения в буржуазном теперь уже обществе. Что для каких-то свершений крупных социальных нужно вот это возрождение духа, возрождение духа просвещения, возвращение духа истины, духа свободы, духа борьбы. И я думаю, что Владимир Сергеевич и вот этот сборник – это выразители того, что вот этот дух, он уже свершился, он набрал хорошую форму, и он идет к своему завершению. То есть ну это вот какой-то апогей. Кстати, у Гегеля где-то есть, по-моему, в науке лойки, что смерть является почвой рождения духа. И вот, скажем, в этом смысле смерть Владимира Сергеевича Бушина – это своеобразное рождение духа. вот, мне кажется, что мы должны здесь исполниться оптимизма, должны исполниться вдохновения, вновь углубиться и в просвещение древнее, как оно проходило в разные эпохи, и в эпоху Советского Союза, а эпоха Советского Союза – это было всемирное такое марсистско-ленинское просвещение, с тем, чтобы решить наши насущные проблемы и вытащить наконец Россию из того болота, в которое ее загнали так называемые демократы, буржуазные демократы. Но, правда, как показывает время, они и буржуазных своих задач не выполняют. Как буржуазные демократы, они, во-первых, должны заниматься производством, сделать современное буржуазное производство. В этом их и народ поддержит, и коммунисты, и, скажем, и я бы доброе слово сказал. Но они не развивают промышленность, они не развивают производство, они не могут выйти на сколько-нибудь ощутимые проценты развития. Полтора процента роста за год это что-то такое выдавили, натянули статистики без всяких уверенных аргументов и подтверждений этого роста. Это рост на грани статистической ошибки. Поэтому не могут они этого сделать. Теперь, что касается настроечных явлений, то вот этот кризис и такой мини-переворот, который совершил Владимир Владимирович Путин с 15 по 21 января 2020 года, он показывает неспособность и в этих делах. То есть демократия оказалась как-то отброшенной и Владимир Владимирович быстренько значит свои какие-то наспех подготовленные идеи протащил так быстро и лихо отодвинув все политические силы, что никто не успел глазом моргнуть. Вдруг ни с того ни с сего отваживает от власти премьер-министра вождя партии Единой России правящей партией ни с кем не посоветовался ни в кого не предупредив сразу пошел вон и все. теперь ни с другими партиями никаких разговоров переговоров договоров а вы вообще тут ни при чем заткнись и помалкивайте меняем конституцию та же самая картина предлагаем новый орган над государственный орган государственный совет который будет руководить по факту значит и законодательной властью и исполнительной властью и судебной властью и Владимир Владимирович может спокойно в 24-м году пересесть из одного господствующего места в другое господствующее место сохранив индивидуальную диктатуру как форму диктатуры пролетариата диктатуру буржуи то есть диктатура буржуазии не только не ослабляется не только не развивается демократия а диктаторский характер и конституции и власти усиливаются а усиливаются они почему потому что они бессильны усиливаются потому что нет силы справиться в том числе справиться со своими подручными которые напропалую воруют и наворованные пересылают на запад а то и сами уезжают как гражданин Якунин помощник Путина и пособник Кирилла митропатриарха привозил нам огонек из Израиля на Пасху и значит народ умилялся вот видите святой огонь прямо из Иерусалима нам доставили зажгли вот а этот Якунин под это дело воровал миллиардами переводил их в Англию вместе с сыном и его семьей и теперь сам соленял в Германию вместе с семьей и там значит хорошо живет вкусно кушает мягко спит и посмеивается и над нами ну ладно я думаю и над Путиным и над своими соратниками которые до сих пор как рабы на галерах делают тут доллары и переводят их на запад значит другим интересным явлением в этой книге стала публикация статьи Татьяны Тимошенко Сталин в руководстве Бакинской стачкой 1904 года оказывается Иосиф Сергеевич Сталин руководил первой стачкой в России в результате которой был принят первый в России коллективный договор в этом смысле Сталин это великий образец профсоюзной борьбы причем в 1904 году это ему было 25 лет то есть молодой мужчина ну 25 лет в те годы это было более серьезно чем сейчас 25 лет вот но тем менее молодой мужчина в Баку не в Тбилиси не в Грузии а в Баку на нефтяных на нефтяных разработках организовал стачку рабочих и заставил их заключить первый в России значит коллективный договор надо сказать что я в свое время пытался найти корни этого договора какие-нибудь или хотя бы следы этого договора но как-то вот не нашел но правда я значит подсказал некоторые ходы Татьяне Александровне и вот она упорно искала и нашла этот договор значит и вот теперь мы его опубликовали и все могут почитать значит как что за договор какой договор как заключали этот договор и какие результаты он имел и это конечно пример и образец для современного рабочего класса это вот современное просвещение значит перекликается с тем просвещением которое вели марксисты в дореволюционную эпоху значит много хороших статей в этой книжке в этом сборнике но особо порадовала меня также статья выпускника тоже выпускника Красного Интереса Татьяна Тимошенко она выпускница Красного Университета прошлого года вот а есть тут еще Кучук Владимир Александрович руководство Сталиным Гражданским Авиастроением статья называется значит этот самый Владимир Александрович Кучук он был нашим открытием в прошлом году у него была замечательная статья о том как распределяются доходы от тех прибыли которые получают крупнейшие компании в России и он показал как грабят эти компании рабочий класс а теперь он задался целью показать как под руководством Сталина возникла великая авиационная держава и что с этой авиационной великой державой сделали бестолковые руководители демократической так называемой партии и путинских и ельцинских правительств они разорили нашу авиацию они не могут возродить возродить авиации они значит не могут даже воспроизвести ее достойно поэтому наш нас заполонили значит иностранные самолеты иностранная техника значит разрушены научные инженерные школы авиастроения еле-еле вот этот построили суперджет и то он в каком-то полуобмарочном состоянии пребывает то ли будет он развиваться то ли нет остается открытым ну и много других здесь замечательных материалов я думаю что те кто заинтересован в просвещении в современном просвещении тем более в марсистко-ленинском просвещении в коммунистическом просвещении они найдут в этом сборнике много полезных и интересных материалов я думаю что этот сборник надолго сохранит и идейное и политическое и научное значение поэтому я пожелаю вам приятного чтения развития и всего наилучшего спасибо за внимание до свидания